Я сейчас хочу просто одну вещь объяснить, одну вещь объяснить, которая просто в дальнейшем нам облегчит, облегчит вообще дискуссию, на которую я буду постоянно опираться, ну, не постоянно, а часто. Это такое понятие, как динамические стереотипы. Вот знаете, да, что такое динамические стереотипы? Нет, мы не знаем. Ну вот, сейчас объясню. В общем, динамические стереотипы. Но я это объясню сейчас по-человечески, то есть там по-русски сейчас я не буду, потому что эта тема вообще обширная, и она до сих пор не супер до конца исследована, да, но на то, что на сегодняшний момент, да, что у нас в науке имеется, да, я постараюсь объяснить на пальцах, да, схематически. То есть у нас есть там мозг, условно, да, это вот какое-то поле, да, и там очень много, да, немножко давай какой-то набор, очень много клеток у нас, да, там 80 триллионов, да, только при рождении у нас дается, да, вот они, это я сейчас условно, да, рисую, они очень маленькие, да, и вот их очень много. И каждая, каждая схема соединения этих нервных клеток, да, условно, схема вот такая, да, если мы проводим через нее ток, то есть импульс, да, мы сговорим, нет, она что-то означает, условно, абстрактная это штука, да, или физическая в плане, которая моторная, да, условно. Я могу, я могу использовать одну схему нервных синапсов, да, для, вот чтобы взять чашку, да, или согнуть палец, вот, да, у меня сейчас, вот я когда сгибаю палец, да, у меня в мозгу определенная, вот схема, условно, да, допустим, три какие-то клетки, да, которые отвечают за контракцию, да, мышцы, да, они мне содрогают, да, то есть контракция, да, то есть контракция, да, происходит или в другую, или в другую, или антогринность напрягается. Вот, и теперь мы, вот эта, да, большая схема, вот у нас маленькая схема, мы возьмем ее, разберем одну, да, у скотчика. И вот у нас, допустим, есть моторный паттерн, да, такой шаблон движения, который вот мы пытаемся научить, да, пришел человек, ему надо научить пытаться, не знаю, выпрямлять хуйню, да. И вот он через кучу повторений, кучу повторений, да, пытается тот, пытается создать многократно, да, очень большое количество повторений пытается создать эту цепь, которая еще не осуществует. То есть то же самое, возьмем сейчас ребенок, хочется ходить, да, вот он, да, то есть у него нету этих соединений, просто пусто есть, да, на коветке эти есть. Соответственно, при многократном ментальном усилии, то есть он будет так напрягаться, да, напрягаться, 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 и однажды, однажды, да, через какой-то момент мозг, это называется вот понятие, да, нейропластика, мозг начинает понимать, да, примерно, что вот здесь какие-то находятся около него клетки, да, так как они слепые, вот, и он создает, ага, одну цепь, допустим. Потом она усложняется, ага, мы с этим движением можем делать именно другое движение, да, хоп, потому что здесь, да, еще, другой паттерн, да, вот этот, отвечающий за одно движение, это за другое, да, соответственно, да, вот здесь у нас, там, допустим, третий паттерн, да, и теперь что происходит? Вот мы научились ходить, да, научились, не знаю, вворачиваться в бросок, да, и научились бросать, теперь, хоп, теперь, да, это у нас один паттерн. Почему? Потому что запустив вот сюда один импульс, вот это вот, это вот называется двумя счастливей, запустив один импульс сюда, который, как электричество, да, будет проходить вот так вот, во всем этим клеткам, будет запускать одно движение, которое комплексное, да, соответственно, очень сложно, да, много, много, многоэтапные, да, движения какие-то, то есть уже, назовем это, такие моторные схемы наружу, допустим, целый бросок, да, это суперкомплексное движение, да, плавец, он плывет, да, это синхронизация всей этой системы, и чем она больше, чем лучше синхронизирована, и эти связи толще, да, а толще они могут быть исключительно наработкой вот этой вот бесконечной, да, 10, 20, 30-летней, да, вот, ну, когда ты уже становишься профессионалом, где у тебя вот это, все превращается в уровень рефлекса. Можно я задам вопрос? То есть, двумя словами, чем многократнее повторение, тем толщина этих соединений больше, толще, и тем вероятность получения травмы меньше. Да, из-за того, что, из-за того, что движение, да, которое будет происходить, да, в этом паттерном, в этом климатическом теории, оно все будет, во-первых, более точно, да, и, второе, более менее энергозатравленным. То есть, синхронизация мышц, да, последовательность напряжения и расслабление каких-то мышц, которые будут переводить в движение, будет все лучше и лучше, точнее, оттачиваться, будет синхронизироваться. Соответственно, будет меньше стоит. Конечно, мы тут входим в такую научную дискуссию. Я просто хочу объяснить просто одну вещь, да, после которой, да, если мы поймем или не поймем, не важно, да, или если мы не поймем, мы просто поверим в нас, да, что от нервных соединений, да, у нас зависят наши двигательные шаблоны, двигательные паттерны. Соответственно, чем они точнее, тем движение у нас лучше, чем движение лучше, тем меньше травматизм, да. Вот это самое главное, из чего мы должны из этого эффекта. И все это мы его назовем, да, динамический стереотип. То есть, ну, стереотип, то же самое название, да, динамический. То есть двигательный стереотип. А можно так сказать, чем качественнее двигательный стереотип, тем, значит, более здоровый ортопит? Да, конечно, конечно.